Качество питьевой воды – одна из самых острых проблем, о которой жители сел и городов регулярно рассказывают на встрече с парламентариями региона. К примеру, жители поселка Краснозатонский обращаются с обеспокоенной тем, что истекает запас воды и может истекнуть источник. Действительно, канализационные очистные сооружения в поселке построены в 1973 году. И за эти годы ни разу не было ни реконструкции, ни капитального ремонта. То есть, они физически устарели. Кроме того, не соответствуют современным требованиям очистки и обеззараживания воды. Объем стоков превышает проектную нагрузку. Между тем, проблему водоснабжения в республике решают сразу несколько госпрограмм. В рамках одной из них – устойчивое развитие сельских территорий. За предыдущие два года построили почти 18 километров водопровода. В 2018-м на развитие системы водоснабжения на селе потратят еще 17 миллионов рублей. Семь из которых – федеральные. Как отметили в Минсельхозе региона, сумма могла быть и больше. Но муниципалитеты не могут подготовить проектно-сметную документацию и провести экспертизу. Не на что. В принципе, муниципалитеты, те, которые изготовили проектно-сметную документацию, имеют положительное заключение. Все абсолютно проекты мы в Москве защищаем и включаем в свою программу. И финансирование здесь, в принципе, в порядке 40 на 70, 40 на 60, вот так делают такие размеры, федерация выделяет здесь средства. К слову, на проектно-сметную документацию объекта стоимости 15 миллионов рублей необходимо потратить чуть больше миллиона. Сумма внушительная, а потому без субсидий от республики муниципалитетам не справиться. Вопрос о такого рода помощи депутаты обсудят при корректировке бюджета. В плане улучшения водоснабжения не стоят на месте и ресурсоснабжающие организации. Например, тепловики, которые сегодня эксплуатируют почти 320 водозаборов, разработали 8 инвестиционных программ для 22 источников. Стоимость работ – 80 миллионов рублей. Но чтобы привести в порядок все объекты, необходимо в разы больше – около 3 миллиардов. Надо понимать, что сельская местность и водоснабжение, водоотведение, в отличие от городов, это не бизнес, это плановое улучшение мероприятия, это обязанность государства обеспечения населения качественным продуктом, как водой, так и соответственно по нормативным условиям. Еще одну проблему подняли представители Роспотребнадзора. Санитарных врачей беспокоит активное жилищное строительство на дачных участках. Пытаясь сделать свои дома максимально комфортными, люди устанавливают душевые кабинки, посудомоечные машины, унитазы. При этом часто нечистоты сливаются непонятно куда. А это потенциальная угроза загрязнения водоисточников. На этот вопрос властям и контролирующим органам тоже стоит обратить внимание. И как можно быстрее.